вообще как работает жалобе жалобами есть оперативная такая система то есть первое это фильтрация всех жалоб и распределение их по отделам если это на маркетинг на продаже вы как на рельсах как он называет разводящий да вы переориентируйте в разные общем пересылайте в разные дела эти жалобы 2 это регистрация жалоб то есть вы каждую жалобу регистрируйте чтобы у него какой-то номер чтобы можно было понимать что там с ней происходит и третье это реакция на жалобы то есть понимаете как будет реагировать и классификации допустим дорого плохой сервис некомплект то есть важно вот эти три параметра отслеживать как вообще на жалобы реагировать то есть важно изучить допустим послушать звонок посмотреть видео почему клиента вот так делать но реально ли это факт второе это реакция то есть важно предложить какое-то решение среагирует либо например какие-то вещи согласовать и третье это апелляция то есть если жалоба нерешна ли был решением не устраивает клиента важно чтобы он мог дать обратной связи сказать мне это не устраивает вот например как на алиэкспрессе если что-то не так привезли вы подаете жалобу если вы не договариваете с продавцом, чаще всего это не бывает, вмешивается компания и уже принимает решение, исходя из каких-то данных. Поэтому важно вот такой же алгоритм использовать у себя. Ну и важно, чтобы были выходные данные, то есть вы, когда клиенту выслали, допустим, письмо или ответ, чтобы вы тоже зарегистрировали и хранили какое-то время, пока вопрос не решится. И контроль, конечно, чтобы был контроль, сколько жалоб выполнено, сколько нет, какой их процент, потом позвонить клиенту, через какое-то узнать, вообще он доволен решением проблем или нет. То есть важно это доделывать на 100%, потому что нельзя на 99% перепрыгнуть в пропасть. Важно, чтобы все жалобы обрабатывались. То есть если вы просто работаете быстро и качественно, оперативно реагируете на жалобы и у вас сотрудники нормально к этому относятся, то это просто как обычная задача, как бизнес-процесс, который будет решаться и все будут довольны.